Здесь будут кабинеты начальной школы, здесь, например, кабинет четвёртого класса. Далее будет располагаться первый А, первый Б класс. В джинсах и резиновых сапогах он совсем не похож на директора школы. Ведь уже почти полгода Карен Узунян больше прораб, чем руководитель учебного заведения. Старается контролировать все этапы строительства. Сейчас вот вышли на финишную прямую, идут отделочные работы. И уже ничто не напоминает о том, какая школа была раньше. Здесь стояло старое здание, развалено совсем. Её снесли и на этом месте построили новое абсолютно, начиная с фундамента, заканчивая кровлей. В новом трёхэтажном здании будет всё, о чём раньше учителя и ученики могли только мечтать. Уже завезли оборудование для пищеблока и начинают его установку, рассказывает подрядчик Анатолий Пахомов, который лично контролирует стройку. Работы идут в соответствии с графиком и закончится точно срок. Об этом уже глава города сообщает педагогическому коллективу. Мне говорят, что 15 июля строители отсюда уйдут вообще. Строители должны уйти, каждый займётся своей классной комнатой. Они и сейчас с воодушевлением убирают строительный мусор и решают, как обустроить классы. На днях сюда должны доставить мебель, её подрядчик соберёт и сдаст все помещения, что называется, под ключ. Это будет не просто школа, а культурный и спортивный центр для детей и взрослых из трёх ближайших сел. Ждут местные жители окончания строительства детского сада. Он расположится на одной территории со школы. Эти социальные объекты, уверены сочинские власти, снимут напряжённость, связанную с нехваткой мест в детских учреждениях в этом районе. Так постепенно мэрия планирует решить проблему в целом по городу. У нас, слава богу, и сейчас идёт рост рождаемости детей, что не характерно для других муниципальных образований. И эти детки должны пойти в хорошие детские доскульные учреждения, они должны пойти в хорошие школы. Это вызов для нас, но для власти с этим будут справляться. За последние пять лет в городе построено пять школ, в этом году возводится ещё три. Столько же планируется начать строить в 2018 году.